такого пространства для участия в обсуждении меня очень радует это вышло и то что упор основной стоит на свой доверие сейчас в этом разговоре у доверия есть несколько аспектов есть аспектов которые мы практически я практически не не возьмусь вмешиваться это не моя компетенция не мой бизнес это доверие к власти и страх где вот как только что сказал григорий ютин там все с ковидом хуже но дело еще я думаю что это интересно будет сравнить с тем что может сказать доктор кирк шнайдер ашан думаю что там сейчас очень похоже второй аспект доверия это доверие к экспертам к источникам я смотрю за последние сутки новости доктор рашаль который весной говорил что ковид это ерунда это легонький грипп сейчас говорит что ковид это страшная болезнь кому я должен верить у тебя человек смотрящий телевизор и слушающий радио мой вопрос относительно эксперименности доктор рашаль педиатр его мнение о геросологии но на мой вкус это все равно что мнение окулиста о гастроэнтерологии все таки экспертов мы должны выбирать и представлять экспертов как как эксперты но и на более таком высоком уровне всемирная организация здравоохранения за последнюю неделю зафиксировала максимальный прирост зараженным коронавирусом в это же время бельгиняки приходит открытое письмо адресованное всему миру в котором они призывают остановить вакцинацию остановить маски снять локдаун потому что все это делают только хуже в это же время эксперт доктор гундара специалист в области эпидемиологии медицинской статистики профессор говорит что всемирная организация здравоохранения это неустойчивый источник информации надо просто соблюдать традиционные меры безопасности и жить как как вот когда я как человек попадаю в такую волну противоречивых сведений я растерян я не знаю что мне делать это увеличивает мое недоверие степень недоверия творостям увеличивается возводится степень недоверия к эксперту вообще не очень понятно что делать и как царковать если в москве можно вывезти на улице 20 тысяч москвичей без масок на московский марафон а через месяц отнимать у стариков и школьников проездные билеты создать их по домам и устраивать облазу в театрах то вот человек не понимает вот это вот самое главное что меня сейчас беспокоит тут очень много говорилось о том что мы должны делать я думаю будет говорить но мне бы хотелось обратить внимание на уроз о том как мы это должны делать на каком языке и мне кажется что здесь здесь очень много аспектов я не хочу занимать времени да но я как человек стоящий в отношении с экспертами я жду что обо мне будут заботиться а не принуждать меня к здоровью то есть обо мне будет заботиться например Минздрав а не Федеральная служба безопасности я жду разговора ну вот я слышу что там кто смеется но я вчера прочитал что организован совет президент подписал создание комиссии Совбеза по защите от новых инфекций под руководством Медведева в нее был представитель службы внешней разведки Федеральная служба охраны и Федеральная служба безопасности да я очень благодарен за эту работу если я живу в России но мне бы хотелось чтобы Минздрав демонстрировал свою работу и здесь мне кажется вот в вопросе как мы подходим к одной очень интересной вещи о том как мы разговариваем с людьми как это все строится я приведу один пример чтобы долго мне рассказывать и не говорить это вообще тематика для полноциальных работ Дмитрий Муратов несколько дней назад в одной из своих передач сказал что вот он едет по Москве и билборды билборды которые рекламируют новые жилкомплексы новые универмаги какие-то новые продукты он сказал а если бы на этих билбордах были портреты врачей работающих с ковидом вот за красной линией с благодарностью и я думаю что это был бы гениальный шаг это был бы шаг который понял бы врачей это был бы шаг который говорит мне идущему мимо билборда чтобы обо мне заботиться это одновременно был бы шаг который говорит мне идущему мимо билборда что ситуация все-таки опасная если обо мне должны заботиться я думаю что язык на котором мы что-то преподносим людям в Москве например в Бакирии должен быть немножко разным нужно обращаться к разным образом ну понимаете ну не нужно обещать поощрение еврею или мусульманину в виде свиного шашлока но он не будет на это реагировать или будет реагировать обратным образом есть вещи и слова которые в другой культуре приобретают обратный смысл это вопросы медицинской антропологии антропологии вообще в принципе меня как задевает я понимаю что я могу уже злоупотреблять вниманием я бы сказал что кроме всяких разных советов по поводу того что делать может быть где-то вот при органах власти которые издают распоряжение где-то как-то были какие-то советы психологов и антропологов которые учитывали бы эти аспекты как и что делать чтобы это доходило как дать чтобы можно было взять как сказал как сказал сказал Григорий Юзин как донести это до людей да мне кажется что это было бы полезно это конечно может вызывать опасность что какая-то бомба это будет использовано против людей знаете как что будет скрестить ужас в России живом полтора метра колючей проволоки но в общем то все эти вещи давно используются в рекламе в политике и так далее нам остается только взять это на организационном уровне и применить к работе с ковидом и с другими подобными ситуациями ну и на личном уровне тоже немножечко больше отвечать когда выступаешь как эксперт понимать границы своей экспертизы уговорать язык отдавать что-то с кем-то разговариваешь то есть вот чтобы быть услышанным вот здесь я пожалуй остановлюсь спасибо за внимание точка